набутов здесь экономика и финансы категорически приветствую товарищи набутов здесь экономика и финансы это значит что у нас сегодня среда середина рабочей недели ядерные бомбы ядерными бомбами а обед по расписанию вот как раз про обед сегодня по средам в утром и и дискутируем что у нас с обедом будет что в холодильниках том числе что в гаражах что в магазинах и так далее делаем это вместе с экс-советником экс-министра экономики одним из самых известных макроэкономистов и макроаналитиков в россии евгения надрошина евгений здрасте ведущим аналитиком пф капитал здравствуйте вот хотел хотел тебе сказать что мы знаем что у тебя будет на вет огурцы это внутренняя шутка да вот мы все с евгением ну да и как мы все да у нас всех лечит огурцами последние два года вы знаете только да я прав не побаливает сколько неоднозначности да у него вот в этой вот я вообще ничего не лечится народными народными средствами итак дорогие друзья ближайший час ближайший час про бабки и вообще про происходящее в экономике в стране и за ее пределами жень давай начнем естественно с того что традиционно волнует народ населения особенно у кого есть какие-то излишки это курсы валют несмотря на то что дмитрий сан в дмитрий песков нам дмитрий сергеевич сообщил что дескать че-то вы вы в рублевой экономике живете чего наку на курсы смотрите но народ у нас такой он почему традиционно все равно хоть долларов и не видел но на курс как-то за курсом следить внимательно потом не будем забывать что все-таки валютная составляющая есть практически во всем что производится на территории страны в оборудовании в станках в том всем пятом десятом стоят на изменение курсов в любом случае влияют на цены этот вот мой ответ дмитрий сергеевич я думаю что да 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 а еще обрати внимание ты тут еще и депутатом госдумы некоторым вот я помню оксаков например летом как раз когда я за ними меньше задержу они меня так сказать сейчас пока мало интересует но ты известный валютный спекулянт да тебе только да и да я знаю что курсы волнуют всех вот что происходит значит что мы увидели что на к доллару во первых доллар фактически сравнялся с евро это интересная не имеющая к нашей стране или меньшей степени относящаяся история то есть 1 0 3 сегодня уже 0 45 да 0 45 вчера было 1 0 3 сегодня 1 0 4 ну окей не важно там еще запас вот как бы в сентябре прошлого года между прочим да был момент когда евро стоил даже дешевле да 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 собственно как и было изначально когда евро появлялся он стоил меньше доллара и довольно быстро 2 насколько я помню да он был помню на появление если ну и ваше давай девяносто первый когда он в обращении когда еврозона появилась начальника давай объяснишь что с курсами мы видим что евро топчется на месте даже немножко подсаживается но а доллар вышел в трезрачную в трезначную границу немножко спустился до 99 с копейками сегодня но тем не менее вот такая ситуация у нас возможно глобальный процесс некоторого даже сложно сказать наверное с элементами элементов бегства в качество что ли может быть то есть доллар дорожает не только к евро но и к ряду других валют есть опасения что в американской экономике все идет не совсем так и это даже не только бальзам бальзам для многих да 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 ты не только известный валютный спекулянт да но и значит ненавистник значит как же это как приятно как приятно поговорить о крахе за океанских партнеров да да так вот но я тебе рассказывал да как это обернется с для цен на сырье я должен был к сожалению тебе это говорить и ты по-моему страдал да от осознания а что цен на сырье тоже кстати на высотных аях на конкретных да немножко подсели но все за 90 частично до частично бренд я тут неоднозначные сигналы давай поговорим разю что решил про международной смотри что у нас происходит у нас прямо скажем стремительное замедление китайской экономики мы касались этого эфира хуже всех хуже плохих прогнозов да совершенно верно я говорил что в общем китай замедляется никаких пяти процентов роста которые заложены во всех российских прогнозах да да сейчас 4 4 на этой неделе появилась да ну это если я правильно понимаю ты говоришь об ожиданиях там всемирного банка на регион на регион юго-восточной азии или как-то еще если я правильно понял по китайской экономике я не в курсе не помню сколько это именно по китаю если они скорректировали даже и даже плохой прогноз еще лучше я тебя понял но будет еще скорее всего хуже то есть вот прямо сейчас опережающие индикаторы китайской экономики указывают на то что там чуть выше нуля возможно темпы роста у нас еще пока нет оперативной статистики на этот счет но для китая это неслыханно медленно это так сказать ну вообще то есть сам по себе как бы вот этот бегемот он понятно не мог все время бежать бесконечно быстро это тяжело процент да да это было понятно это ожидали все и как это часто происходит вот то замедление которое мы сейчас наблюдаем происходит заметно быстрее нежели чем от него ожидали но это нормальная часто ситуация и картина в общем не очень прикольная не очень прикольная с точки зрения спроса на сырье именно на этом сырье похоже отскочила вот от почти 100 то есть 97 как бы штурмовала нефть пошли вот данные по опережающим индикаторам китая и вот все мы уже на 90 да и под 90 ходить пытались но тем не менее это все равно это дорогая нефти с учетом всех дисконтов всех посредников и так далее все равно это выше чем те да 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 те цифры которые закладываются например наш бюджет на следующий совершенно верно совершенно ты совершенно прав как бы вот но это временно это исключительно временно в моем понимании потому что плохие новости есть не только от китая то есть и сша и еврозоны они поступали и ранее еврозоны вероятно в рецессии просто находится сша возможно где-то на грани этой рецессии да то есть может быть еще нет но с небольшими так сказать отличиями от нуля по темпам роста с высокой долей вероятности прямо сейчас вот и что есть еще дополнительно отягчающего тут казус произошел видишь как бы спикера палаты там парламента в общем так сказать через процедуру примененную впервые да еще его же однопартеец в общем двинул двинул с позиции да и они же в очередной раз уперлись в то что бюджет не принят вот в этот раз уже не про долг помнишь мы с тобой обсуждали в эфире про долг а сейчас это не про долг это про весь бюджет и они сейчас приняли временный бюджет на 45 дней ну как сейчас вот пару дней назад тому и вот спикера отставили и есть вероятность им тяжело было в прошлый раз на республиканцам проталкивать своего спикера в парламент у них нижней палате большинство и спикер вроде должен быть их но вот шло тяжко и есть опасения что за 45 дней не не успеют и спикера но выбрать и бюджет принять им же бюджет принять надо потому что без этого есть риски есть риски что у них случится очередной шатдаун и вот у нас бегство из разных активов в том числе в доллар то есть когда страшно даже если из доллара исходит приличная часть страха а инвесторы часто бегут туда какое-то все сплошное мировое извращение ребята сейчас евгений все разложит по полочкам короткая пауза еще раз ты вообще на это не обращай внимание я стараюсь не надо но я в себе тренирую 33 вот не на и не рефлекторно вообще ты смотришь на меня влюбленными глазами я задаю тебе правильные вопросы я смотрю влюбленными глазами на пашу паша влюбленными глазами в монитор потому что она присылает всякие хорошие сообщения как же эти два атакующих эти два атакующих как же как они его любят как ждут программы music and the answer которые появятся у нас буквально через там 50 минут вы так опа какая-то симпатичная дама напоминает мне пари про доллар я выиграла я выиграл я выиграл ты выиграл наверняка я вот это не смотрел я на удовольствие ты стал мутить смутяшными с анимешными персонажами я смотрю чувак можно 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 в это в прямом эфире можно вот я выиграл я выиграл до мари она у меня не записывать а записан у тебя еще я не помню я не слежу за твоими пайп картинка изменялась картинка поменялась картинка была другой я на него замечательно хороша рыженькая фигуристая молоденькая есть сомнение того попросим мари-мариан пришлите себя в реале парни нет подождите я вот тут читаю архив архив сообщений вот тут все на бутыл здесь экономика и финансы вообще я выиграл так ребят мы продолжаем на тут естественно про секс начались разговоры что там бабах нет такой секса не он ты может появиться а деньги нет надежда 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 как и теща умирают последними если можно евгений и так давайте вернемся все-таки к вот ситуации коротко только быстро быстро с американской экономикой она не цветет и пахнет нет нет их понимание не в нашем их понимание да китай тоже нет совсем не цветет и пахнет и это уже очевидно ну и соответственно еще раз для наших пенсионеров для наших слушателей старшего поколения объясни еще раз к сожалению мы все боремся с американской экономикой с доминированием доллара и так далее но при этом чем хуже американской экономики чем хуже будет будет нашей вот такая вот и и к нашим пенсионерам в том числе вот такая вот да ты понимаешь загады правильный вывод делаешь к сожалению поскольку мы в основном поставщик сырья на внешние рынки и санкции это состояние к сожалению закрепили добавив к этому еще и не увеличен от тех цен которые мы видим в котировках на мировые так сказать эталонные виды товаров того или иного вида то да к сожалению бюджет от этого очень сильно зависит причем зависит на гораздо большую величину чем там выделены нефтегазовых доходов потому что туда приходят налоги на прибыль туда приходят акцизы приходят различные платежи от не нефтегазового сектора но сырьевых экспортеров которые пополняют бюджет щедро и поэтому более половины доходов как минимум причем более половины плотно связаны с сырьевым сектором. Это сейчас у нас же одни из самых рекордных цифр, да, за историю, там, российских бюджетов. Минимальных, имею в виду. Ну, вот цифры зависимости от сырья, от нефтегаза. О, нет, смотри, в бюджете как раз наоборот, там минимальные значения, вот как бы, причем, потому что его считают по нефтегазовым доходам, обрати внимание, есть важный трюк. В бюджете Минфин, значит... Итак, бюджетный трюк, реально. Папа! Давай в минуту уложишься для Инстаграма. Да, конечно, да, все. В бюджете выделено... Ой, простите, запрещенного у нас три стряда. Для Телеграма, там можно сторис. Телеграм, поехали. Так вот, в бюджете выделено две составляющих, по определенной Минфинной методологии, нефтегазовые доходы и все остальные. Но, соответственно, в составе не нефтегазовых доходов огромное количество доходов от сырья, просто не нефтегазового напрямую сырья, а сырья другого, да, да, от экспортируемого, причем сырья экспортируемого за пределы Российской Федерации, тех же металлов, тех же удобрений, иных позиций. Это все пополняет федеральный бюджет. Сколько у нас сейчас пополнения тогда, ну, от основных статей экспорта? Нефть, газ, лес, металлы... Лес уже вообще так себе сказать. Ну, я условно, там, какие больше... Зерно, там, ну, вот основные наши экспортные товары. Не могу сказать, не выделяются они в доходах, нормально, требуется отдельное хорошее исследование. Одна проблема. Отчетности. Приличная часть компаний публикуют, скажем так, ну, очень скупо, поэтому даже вот попытка восстановить по отчетностям обречена, ну, в существенной степени на провал сейчас. Я не упражнялся в этом раньше, мне было неинтересно. Давно, ну, в последние годы, давно я это делал, это сильно больше половины, можешь не сомневаться. Причем, это заметно больше, до полутора раз, может быть, спокойно больше, чем формально регулируемые нефтегазовые доходы. В итоге, мы сейчас, кстати, про нефтегазовые доходы поговорим, коротко, в итоге, что с валютами? Да. Мы все-таки и многие, так сказать, представители системно-либерального экономического блока, наиболее эффективного, как выяснилось, естественно, в нынешней трудной ситуации, они, даже они говорят о том, что, ну, вот, дескать, как-то, как-то, ну, вот, 100, 100, это нормально. Смотри, насчет нормальности... Хотя месяц назад говорили, что, ну, будет там 80. Насчет нормальности я так это не считаю, потому что, в моем понимании, это опасный психологический уровень, оттолкнувшись от которого можно потом начать верить в нормальность 150, а в моем понимании, для экономического роста в стране, для стабильности и устойчивости, это прямо вот, скажем, противопоказано не то слово, это мягкая сейчас фраза. То есть, и будут, Центробанк уже говорил, что будет на экстраординарные меры готов пойти, будут сажать курс вниз. Я думаю, что да. Я пока полагаю. Смотри, инструменты у него есть. Во-первых, нам рассказывают о том, что есть золотовалютные резервы. После всех продаж, там, под 270 миллиардов долларов в долларовом эквиваленте юаня и золота должно было остаться. Вроде и то, и другое управляемое и продаваемое. Поэтому никаких непреодолимых препятствий для того, чтобы справиться со всем, что происходит с курсом с помощью интервенций, я, в принципе, не видел. Ну, если только нам что-то не сообщили про эти резервы и про эту сумму. Вот. Это раз. Это первый момент. То есть, интервенции всегда доступны. Почему их не проводят в должном объеме, мне непонятно. Это раз. Второй момент. Выбранный Центральным банком инструмент повышения ставки, он достаточно эффективен. Фактически, он позволит задушить экономический рост в дополнение к теме... Но удержать финансовую стабильность. Да, да, да. Потому что, на самом деле, вот трехзначные курсы, да, это угроза. Не только, все верно, курсовой, не только ценовой, но еще и финансовой стабильности тоже, да. Совершенно одна. Более-менее процессы понятные, я думаю. Ну, там много извилин и ментин. У нас с тобой есть проблема. Вот как у нас с тобой? У нас у всех, да. То есть, видимо, есть проблема. У меня есть неприятнейшее подозрение, что определенная часть нынешнего потребления населения, она, знаешь, как, ну, типа, перед апокалипсисом погулять. Причем, вот, как бы, занять в кредит. Похоже, как бы, очень многие кредитные брокеры, да, менеджеры продают историю, что если ты купишь не на свое, вот, как бы, то в какой-то момент, если будет большой тяжелый кризис, то актив-то у тебя останется, а по обязательствам, возможно, отвечать не придется. И вот такое впечатление, что приличная часть людей на это покупается и идут, идут, берут, причем я просто, у меня глаза круглые от количества. Если ты посмотришь, вот у ЦБ есть материалы на сайтах по, значит, нагрузке на доход, да, то есть... Там 80%. Да, да, и эта доля сейчас давляет от 40 до 60 с лишним процентов в зависимости от категории кредитования, прикинь, в новых выдачах. И она выросла на 15-20% пунктов за последние предыдущие. Но, видишь, банки начинают ужесточать сейчас резко, это видно, требуя неквыдоваемых кредитов. Банки, которые начинали ужесточать, это ЦБ закручивает сейчас, фактически ЦБ душить пытается ипотечное кредитование, которое сам считал антикризисной программой, сам считал льготный, и опасения осторожные относительно которого начал высказывать только где-то в конце 21-го года и очень аккуратно. Ох, ты представляете, какая война идет вообще в экономическом блоке, и еще он вместе конфликтует с военным блоком, соответственно. Что же вопрос? Колоссальные расходы, мы обсуждали бюджет. Ох, какая непростая там ситуация у ребят. Нам, похоже, очень немалой ценой дается кажемая стабильность. И боюсь, что ее больше удается обеспечивать для вида, для отчета, для проформы, нежели чем внутри. Внутри, похоже, да, очень много нестабильности и бурления, и вот часть его сейчас вылилась в совершенно неадекватное, неразумное потребление, которое на пользу экономики России не идет и идти не может. Да ладно, после нас хоть потопчик. Мы же русские люди, но где наша не пропадала, но на подложном корме. Хороший турецкий огурец, знаете, как бы рекордсмен, сантиметров на 70-80. Для профилактики. Вот, да, для профилактики, а то что-то у него, да. И аргументация, кстати, неплохой новый сорт. Давайте, кстати, наша аудитория, я знаю, многие занимаются огородничеством, готовят к себя на всякий случай. А у нас Константин, кстати, он писал, он хотел, да, он хотел, когда выращивали огурцы. А давайте выращиваем огурцы профилактические, например, такой сорт. Для Виктора, для Виктора. Я рекомендую, да, вырастить огурцы. Какие бы они могли быть длинные? С пупырчатые? Ну, на... Может быть, с запахом малины? Например. Коллега, смотри, пупырчатые, это уже, так сказать, для жёстких ощущений. Я предлагаю для начала, для начала просто гладкий, как бы обычный турецкий огурец, просто рекордсмен по размеру. Дайте его, дайте его ощутить и прочувствовать, так сказать. У ребят, видите, все зайцы, что у них на фоне происходящего вообще всё в микрозелень превратилось. Да, самокритично, молодцы. Хорошо, значит, завезите, импортируйте ему огурец, да, чтобы... Он очухался и поправил. Да ничего, ну, ребят, ладно, есть кабачки, баклажаны. Для наиболее мазохистических категорий населения тыквы, вот, везде разбросано. Коротко про доходы нефтегаза, Жень. Да. Готов? Да. Газпром в первом полугодии 23-го года сократил добычу газа почти на 25%. Да. Следует из отчёта компании, концерт раскрыл данные по добыче и поставкам газа впервые в этом году, хотя до конца 22-го года отчётность публиковалась каждые два месяца. Ну, вот ты об этом говоришь, что отчётность зажимает, да. Да, да. Снижение добычи газа компания связывает с принятием в ряде стран политически мотивированных решений, направленных на отказ от импорта российского газа. Ну, мы этому же и радовались по телевизору. Пытались заморозить Европу, я напоминаю. Не получилось, кстати. Добыча нефти и газового конденсата в первом полугодии выросла при этом почти на 9%, до 36 миллионов тонн. Это, как говорится в отчёте, обусловлено в том числе вводом в эксплуатацию новых скважинопроизводственных мощностей на уренгозском месторождении. За первые полгода 23-го года в газотранспортную систему компании в России поступило примерно на 12% газа меньше, чем в прошлом году. Значит, снижение этого показателя обусловлено преимущество с сокращением объёма поставки газа за пределами России, страны европейского, дальнего зарубежья, с сокращением объёма закачки газа в подземные хранилища, говорится в отчёте. Да, смотри, да, да, тут напутано похоже немного. Смотри, нефтегазовый конденсат — это, скорее всего, «Газпромнефть», но они просто консолидируют её. И это, ну, нефть, то есть она просто считается, ну, в основном в официальной статистике она считается вместе с конденсатом, который вместе с ней выходит. Поэтому чистая добыча газа у «Газпрома» упала. Всё правильно, упала прилично. Ну, мы судить можем об этом из отчёта компаний только, да, то есть это вот природный газ, газ естественный, там всё такое, горючий, там, как бы, вот без конденсата. Без конденсата и без нефти. Но при этом, обрати внимание, она упала к периоду прошлого года, к первому полугодию, когда добыча уже падала. Потому что, если ты помнишь, там, как бы до того, как северные потоки... Не погружайся, понятно, упала уже к плохим цифрам. Да, да, она упала к плохим цифрам. Величина падения больше. Да, я думаю, порядка третьей уже. Порядка третьей уже. То есть на треть за последний, там, с депандемийного? За два года. За два года падение... А, с февраля. Да, да. Я думаю, что с 21-го года падение приблизительно на треть, возможно, уже сейчас. Это надо прикидывать. Вот я тебе сходу так вот не скажу, но грубо прикидывая циферки, я бы сказал, что треть до падения, полугодие к полугодию, вот к первому полугодию 21-го года. То есть это много, это сильно. Как ты понимаешь, это огромные недополученные доходы. И как мы уже с тобой обсуждали в эфирах, замены им быстрой нет. То есть ты хоть обстройся труп, но вот основной метод, с помощью которого Газпром экспортирует свое сырье, он, так сказать, не позволит быстро эту добычу восстановить. Поэтому да, это большие упущенные выгоды, большой ущерб экономический. Жаль, что газификация, еще раз повторю эту тему, которую мы озвучивали в эфирах, газификация внутри страны от этого существенного ускорения не испытывает. Ну, потому что у Газпрома, как ты понимаешь, после падения экспорта нефти, падение доходов случилось, его же обложили. Да, да, деньги-то на инвестиции, где это брать? Я можно произнесу скромольную фразу? Да. Кромолу просто, страшную кромолу. Вы знаете, сам вот говорю, сам боюсь. Так, это прям что-то неожиданное. Может быть, стоит не финансировать ни профильные активы компании? У них довольно много. Ты хочешь отказаться от спорта? Ну, они раз. Зрелища, зрелища, как бы народ любит. Не я это сказал. Ты на что, на что лапу свою заднюю забираешь? Нет, они же не только спорта, там очень много всего. Но я с тобой согласен. Я полагаю, что финансирование непрофильных активов, подавляющей частью российских крупных компаний, это дело не шибко полезное. Мы, в общем, к сожалению, видим, да, то есть не эксперт по теме, да, мнение как зрителя, который вообще практически, я практически перестал смотреть. Особенно зарубежные проекты есть же. Да мы не будем, да, давай. В Сербии, в Германии, по-моему, до сих пор спонсорские контракты действуют. Возможно, ну, как бы там я полагаю, что часть все-таки скорее носит политический характер. Я не спонсор, мы же понимаем. Мы же понимаем. Но мое понимание такое, на пользу российскому спорту во многих случаях, как бы вот эти щедрые спонсорские вливания не идут, к сожалению. Это большая сложность в моем представлении. И это, в моем понимании, то, что, наверное, не является необходимым, да, в текущих обстоятельствах. Все, молчи, гадкий, ты мне сорвешь все спортивные контракты. Так, давайте посмотрим. Ну, ты сам меня, как бы, провоцировал на... Я же поэт, поэт, поэт. Да, я прямо, я аж прямо говорю. Ух. А если «Газпром», например, перестанет заниматься, ну, будет заниматься только добычей, а транспортировка нет, это будет выделено в отдельную компанию, вообще раздербанить его. Ну, смотри... Разговор шкодили, это поможет конторе? Ты знаешь, в моем понимании, картина может принципиально не поменяться. Ну, от того, что там войдет второй игрок, например, да, мы знаем второго интересанта, это «Новотек». Да, и может быть, кто-то там из нефтяников со своим попутным газом как-то там захочет, у них есть отдельные интересы, принципиально картина не поменяется. Ну, смотри, это известная ситуация из экономической теории. Картель, достигнув договоренностей, совершенно спокойно работает как естественная монополия. Поскольку мы не можем даже теоретически рассчитывать, что там что-то кроме картеля образуется, ну, просто, к сожалению, российские власти по-другому сейчас не подходят, как бы, к управлению экономикой, укропнению им на руку, ну, потому что тяжело управлять малым количеством вот этих вот там бегающих, что-то ищущих людей, там, как бы, предпринимателей, вот этим бизнесом. Вот, это все дискомфортно. В ручном режиме, как бы, вот, хорошо управляется только то, что можно вызвать за стол, посадить хотя бы, вот, да, за овальный какой-то, да, и, значит, как бы, всем раздать, да, там, инструкции и прочее. Причем, понятно, нужно еще персонально и с уважением каждому. Это тоже важно. Вот, поэтому тут нужно не забывать вот про этот вот момент. И, как результат, почти, наверное, вот, заменить монополию можно будет только на картель. Картель, я уверен, договорится довольно легко и быстро. И больших выгод газификации, поверь мне, эти ребята не видят, как не видели их в основном раньше. Это падает. Большинство из них интересовали только экспортные поставки. То есть, это прямо совершенно четко понятно. Это видно, к чему рвался тот же Новотек. К сожалению, он вынужден согласиться был, там, в значительной степени на определенные поставки на внутренний рынок, как и ряд игроков. Ну, вот, через, там, сеть «Газпрома». Но это, знаешь, не от хорошей жизни. А мне бы хотелось газопроводик-то, дорогие друзья, в 50 километрах от Петербурга, в деревеньку в нашу. Тем более, там рядом магистральная труба уже идет, соседней. Может, как-то бы немножко подускорились. Я бы там жил круглогодично. Может быть, как бы на фоне, как бы вот, когда сменится, значит, критика, причем, обращаю внимание, вполне, на мой взгляд, обоснованная и заслуженная. На Елей, на Елей, кто знает, может быть, соответствующий профильный сотрудник и вспомнит, да, да, да. Ребята, как вы считаете, не пора ли нам перейти на Елей? Знаешь, Елей плохо оплачивается сейчас. Знаю немногих активных участников. Некоторых вы активно не любите. Елей, они все жалуются, что хуже стал оплачиваться Елей. Понимаете, слишком много его стало. Цены падают. На огурец просто огурец затосовать не будут. Есть нюансы, есть нюансы. Огурцы в Елей, например, там. Красивая дата? Да, звучит, пожалуй, согласен, звучит. Но если тебе так нравится, ладно, ладно, не вопрос. Ребят, я еще раз к широким массам нашей аудитории, нас слушают пенсионеры и такие-сякие разных политических взглядов. Я еще раз хочу вам сказать, что очень часто в больших банках Елея, в медиапространстве на самом деле закатаны огромные огурцы. Их просто не видно, они лежат. Так что не удивляйтесь, если вместо Елея потом будет огуречный вкус. Он знает, коллеги, он знает, о чем говорить, я ему верю. Наш государственный долг. Отличная тема, кстати, любопытная. Бюджет надо было пооткрывать. Много вопросов уже не пришло. Вы знаете, мы обычно вопросы отвечаем в нашем YouTube-трансляции, что, ну, просто времени не хватит. Мы давайте сделаем следующим образом. Мы сейчас отвалимся и предоставим время Игорю Науму с коротенькими новостями. А тему государственного долга, который тоже немножечко подрос, но это не так страшно и, может быть, даже хорошо, мы обсудим с Евгением сразу после паузы, а также правительственные прогнозы по поводу социально-экономического развития на 2024-2026 год. Вот, и есть еще некоторые темы про Азию, а также про золотой миллиард, если хватит времени. Микрозелень, так. Так, это все еще было Виктору. Это Виктор тут возбудил. Ваши предложения. Да, Константин, без понятия, видите, Виктор уклонился от предложений. Я подозреваю, что он так, на самом деле, на публике-то храбрится. А так-то он, в общем, боится встречи с 70-сантиметровым огурцом. Поэтому у меня есть подозрения, у меня есть подозрения. Спасибо за готовность, видите, я продвигаю ваши интересы всеми силами, но боюсь, да, боюсь потенциальный заказчик и потребитель отступить сейчас в панике. Так, Тула пошла с ребенком покупать мобильник. Спрашиваю, как айфоны покупают? Грибут 15-й по 160-180 тысяч. Стабильность, Валерий. Пошли, а, пошли, ой, простите, Валерий, извините, прочитался. Пошли с ребенком покупать мобильник. Я тут, да, я тут, я тут, вот, в общем, смеюсь до слез. Вижу не очень хорошо, как результат. Смотрите, сейчас просто, я так понимаю, 15-й только вышел, и определенное количество потребителей продуктов этой марки, независимо от того, насколько это вообще, на самом деле, обновление полноценное, да, в моем понимании там смартфоны вообще последние лет 10 меняются довольно плохо, довольно мало, скажем так, и принципиально вот от своих предшественников уже, обратите внимание, 10-летней давности практически не отличаются. Так вот, у этой марки есть большое количество желающих, ну, значительное, возможно, самое большое среди всех, да, то есть марк телефонов, так правильнее сказать тоже, причем не только в абсолютном, но и в относительном выражении, то есть в процентах от общего числа потребителей. Кто хочет самую последнюю модель, независимо ни от чего. Поэтому вот прямо сейчас первые продажи, они могут быть не очень показательны, особенно с учетом того, что они происходят в условиях довольно жестких внешних ограничений на ввоз. Ну, надо смотреть скорее отчеты, знаете, как это совпало с первыми продажами 14-го поколения, с первыми продажами 13-го поколения, и вот пытаться делать поправку на то, в каких условиях возились и те, и другие. Поэтому вот прямо сейчас непоказательно. То есть, вы знаете, из 146 миллионов населения, с учетом, видимо, новых регионов под 150, видимо, мы в статистике увидим, когда все будет включено, уж можно найти там несколько сотен тысяч, которые, в общем, разгребут все то немногое, что сюда окажутся завести вот сразу после релиза готовы. Вот, упырчатый. Так, ну тут, Виктор, ты знаешь, как бы боюсь, я отвечал на вопросы как мог. Это даже хорошо, может быть, что тебя не было. Даже Паша ушел вот ненадолго. Ну, твои огурцы, так сказать, возбудили аудиторию. Слава Богу, это прекрасно. Огурцы. Нам предлагают переименоваться. Так, вопрос к Евгению. Кстати, мы это можем сделать, да. Инфляция составила 300%. Хорошее название, кстати, огурцы в деле. Почему нет? Тут Константин, я опять вот... Константин, обратите внимание, я продолжаю лоббировать ваши интересы. Константин предлагает заделаться поставщиком огурцов. Он готов выращивать тебе плантацию самых, самых длинных, самых, да. А может быть, я толстый, я тут почитаю. Не вопрос, самых толстых. Я уверен, сейчас Константин тебе предложит, да, вот варианты. Короче, выбирай, просто выбирай, и тебе все это вырастет. Костя, я скажу честно, что, знаете, мне достаточно телеграм почитать. Или там посмотреть Ютуб для того, чтобы и без ваших огурцов почувствовать легкое проникновение. Вот, Жека пишет, Жека пишет вопрос, значит, верно ли рассуждение? Инфляция за последние 10 лет составила 300%, так как с марта 2014 года по текущий момент курс доллара вырос с 33 до... В 3 раза. Да, да, 100 рублей в 3 раза, по сути, отражает стоимость товаров в рублях. Неверно, неверно. Вот конкретно, я сейчас, видите, не готов как бы сходу вам ответить про этот длинный интервал, но инфляция за 10 лет у нас, скорее всего, в совокупности составила никак не 300%. Кстати, можно вот, да, мы продолжаем, ребят, здрасте, еще раз всем, кто интересуется экономическими событиями, макроэкономикой и как она влияет на нашу повседневную микрожизнь. Евгений Надошин, как всегда, в среду, очень хороший вопрос пришел к нам на плюс 7903, 7976, 3333, мы на некоторые отвечаем в YouTube паузах, вот все-таки иногда берем некоторые для большого обсуждения. Хороший вопрос, он связан с тем, что, дескать, вот за последние условно 10 лет, да, с 14-го года, как раз, ну, считайте, да, за 10 лет, значит, курс вырос ровно в 3 раза, с 33-х рублей до 99-ти. В сентябре, может быть, 30-ти. Ладно, нет, 3 раза, 3 раза, и, значит, реально ли это отражает, как там сформулировано? Инфляцию, то есть полностью ли это переложено, так называемый эффект переноса, когда у тебя, да, отражает импорт в национальной валюте, да, то у тебя растут внутренние цены. Да, но у нас все-таки цены выросли, там, может быть, не на 300%, а на 100, на 100, может быть, по каким-то категориям, там, на 150, а по каким-то меньше, чем на 100. Очень, да, очень по-разному, смотрите, даже, например, по полностью импортируемым нами товарам, типа телефонов, телевизоров и прочего добра, роста цен такого нет. За счет чего? Это снизилась маржинальность поставщиков? Где вот кто поджался? Ну, во-первых, обрати внимание, не обязательно кто-то поджал, а хотя, может, кто-то кого-то и поджали, может быть, правильнее сказать. Смотри, у нас последний, например, на рынке телефонов и телевизоров идет агрессивный передел рынка. Если, например, лет 15 назад азиатских производителей, китайских производителей, извини, азиатских неправильно говорю, китайских производителей на рынке практически не было, там, международном, да, то есть очень ограниченное присутствие. Лет 5 назад они, например, на него активно выходить начали, уже были заметны, но, скажем так, не доминировали, то вот сейчас прямо чисто китайские производители во многих сегментах, типа производства телевизоров, да, и смартфонов, так они просто задают тренд в массовом сегменте. Если в топовом сегменте там остались еще корейский Samsung, там, американский Apple, да. Да нет, сидим полностью на китайском. И смотри, как складывается тогда картина. Они часто дают более агрессивные цены, то есть эти игроки, они не имели высокой маржи, возможно, на этих телефонах, и они выходят с той же маржой, с которой имели, да, на внешние рынки. И в этом смысле, как бы, они не то чтобы поджались, да, они отжали, они отжали. Я более того, должен сказать, что известно, что очень часто присубсидированные китайские производители, субсидированные своим правительством, правительство иногда могли вообще минусовые цены ниже себестоимости выставлять на новых рынках, для того, чтобы их захватывать. Возможно. Убивая, как бы, конкурентов. Вот у меня был опыт, так сказать, поиска субсидий в отдельном китайском производителе, ну, вот по заказу одного из заказчиков. Я тебе так могу сказать, по научным исследованиям, там, научно-практическим, понятно, научные чисто здесь неинтересно, да, не занимается чисто наука такими мелочами. Вот, по научно-практическим исследованиям, то есть попытка косвенным признаками по статьям что-то выделить, по изучению отчетности, по другим публичным источникам, значительного субсидирования этого производителя найти не удалось. И неприятно, исходя из... Почитав отчетность, посмотрев, соответственно, как это все выглядит, я должен сказать, что исходя из того, как выглядит публичная информация об этом игроке, закрадывается пренеприятнейшее ощущение, ну, это было, понятно, по заказу российского, соответственно, и посмотрев на его отчетность, зная там, что у него, да, то есть внутри, закрадывалось неприятное впечатление, что, возможно, как бы российский производитель конкурирует действительно с лидером, возможно, в его конкретном случае с лидером мирового рынка в определенном сегменте, ну, как бы, и, собственно, поэтому тот китайский производитель в состоянии давать более низкую цену, да, и более высокое качество одновременно. Но, как ты понимаешь, всегда тяжело винить себя, в чем бы то ни было. Гораздо проще найти причину вовне. Ну, потому что, в одном случае, меняться надо, в другом случае, меняться необходимости нет. И вот, как бы, гораздо проще, собственно, что и происходило, да, то есть обвинять, как бы, китайцев в том, что их субсидирует правительство целиком и полностью, нежели чем поискать, как бы, в общем, бревно в своем глазу. А бревна там были, причем не одно. Ну, так вот, мое понимание ситуации такой, не факт, не факт, что во многих случаях, когда китайцам действительно предписывается субсидирование и продажа в минус за счет государства, это действительно так и происходит. Определенный объем субсидий по меркам, по сравнению с оборотом, часто довольно скромный, по крайней мере, то, что вот удается явно найти, обнаружить уверенно, там, знаешь, без подробного копания, без конкурентной разведки, то есть вот прям засылки агентов в буквальном смысле этого слова и подробнейшего изучения, возможно, внутренней документации, включая, как ты понимаешь, некоторые нарушения, очевидно, тогда законодательства для того, чтобы эту документацию, не предназначенную для публичного распространения, добыть, вот как бы вот без этого всего приличного объема, ну, как бы субсидирования не находится. Возможно, его так хорошо научились прятать, вот так хорошо научились прятать, это как бы нельзя наверняка исключать. Понятно, что ничто не мешает, мы знаем это по нашим примерам России, к сожалению, там, что банковский, что не банковский сектор отчетности, вообще можно рисовать. То есть в отчетности у тебя может быть одно, на земле это может быть другое. Я знаю, более того, я знаю таких художников. Да, ты хвастался в свое время, ты хвастался, но, короче, может быть и так. Нарисуем, будем жить. Да, да, это тоже, к сожалению, возможный вариант. Поэтому я не отрицаю, что, возможно, китайские производители существенно и в убыток субсидируются, и они не так эффективны, как кажется, но обращаю внимание, что, по крайней мере, по доступной публичной информации обнаружить этого в большинстве случаев не удается. Принято. Значит, огуречная тема. Инфляцию будем добивать, нет? Давай. Да, вот картина какая. В две фразы. Да, первое, вот это выход новых игроков с низкой маржой изначально во многие сегменты. Второй момент, что все-таки локально внутри у нас создается определенная часть добавочной стоимости и производится часть продуктов, в том числе продовольственных, поэтому нет необходимости полностью переносить изменение курса во внутренние цены. И последний момент, важный технический прогресс, такая штука. То есть он удешевляет многие изделия довольно существенно. И прямо сейчас, ну, в последние там пять лет, например, смартфон можно купить по таким ценам, по которым раньше, в общем-то, не продавали. Да, согласен, вполне себе ходовой, за 15 тысяч рублей. Да нет, ну, там самые дешевые модели, да, 2-3 тысячи в свое время, я сейчас не знаю, там, операторами... Понятно, мысли понятны. Поэтому это тоже важный момент, обратите внимание. Вот по многим товарам, которые мы импортируем, технический прогресс позволяет там в бюджетном сегменте, вот когда рынок уже зрелый, достигать таких цен, как бы, ну, по которым, в общем, какой-то смартфон, да, вот чтобы он звонил, и там как-то им можно было пользоваться. Да нет, вполне нормальный телефон с камерами, со всеми функциями. Я думаю, что это будет хороший даже, мне кажется, до сих пор, даже по нынешним ценам. Да за 100 долларов, условно говоря, тот, который раньше стоил тысяч. Ну, можно и дешевле, я говорю о ценах, скорее, до 50. Жень, мысль понятна. Да, слышу тебя, вот, короче, все это вместе позволяет нам, как бы, ну, и нам, и всему миру, обратите внимание, не перекладывать в инфляцию неблагоприятные изменения курсов на полную. Я, возможно, в понедельник какую-нибудь по этому поговорю. Есть заготовочка, ну, можно сделать, точнее, нужно сделать заготовочку под это, это несложно, можно будет сравнить. В понедельник, Евгений Адошин, с 11 до 12, размышления экономистов. Сейчас даже запишу себе, чтобы... В нашем эфире. Спасибо, огуречная тема, он еще раз говорит о том, наши, ну, постоянники знают, наша внутренняя история. Ну, а все остальные просто думающие люди на них сидят. На этих курсах вот предлагается, что с курсами, может быть, и не урожай, так можно заменить их на томаты, дамские пальчики. Это, знаете, такие тоже узенькие. Я сейчас позволю себе, я сейчас позволю себе, да. Хорошо, не на бычье сердце, я так могу сказать. Вот, во-первых, да, во-вторых, вы знаете, после готовности, так сказать, работать с турецкими огурцами, мне кажется, Виктор не ощутит эти дамские. Да. Итак, теперь давайте о хорошем. На первый, во всяком случае, взгляд, непрофессиональный. В правительстве пришли к консенсусу по поводу прогноза социально-экономического развития на 2024-2026 годы. Об этом пишут ведомости. По их словам, ключевые параметры следующие. Рост ВВП в 2023 году 2,8%. 2024 год 2,3%. Инфляция при этом по итогам этого года ожидается в 7,5%. В следующем снизится до 4,5%. Среднегодовой курс доллара в 2023 году Минэк оценивает 85 рублей. Посмотрим, недолго осталось ждать. А в следующем году прогнозируется на уровне 90. Бренд 85 долларов за баррель, извините. Так, ну, в общем, короче говоря, прокомментируй. Смотри, никаких отличий от того прогноза, что уже выложено на сайте Минэкономразвития. Кстати, спасибо ведомству за то, что, ну, хотя бы относительно оперативно после вполне организованных утечек, да, то есть цифр выложила на сайт этот прогноз. Я не слышу. Я так понимаю, что изменений туда не вносилось. Важная ремарка. Я вот говорил там в свое время в понедельник, что будем возвращаться в разных аспектах к этому прогнозу. В основном позволил себе критику за избыточную оптимистичность. Не верю. Вот учитывая, что мы сейчас обсудили ПЦБ, да, про удушение экономики ради курсовой стабильности, с чего мы начали наш эфир, я не понимаю, как реализуется даже 2,8 по итогам этого года, вот, потому что... Нет, 2,8 в следующем. В этом, в этом, 2,8 в этом. 2,8. А, да, виноват, да, в следующем 2,3. Да, в следующем 2,3. Вот как бы и 2,3 в следующем я тоже не вижу. Фразу «удушить рост», она должна быть понимаема буквально, обращаю ваше внимание, радиослушатели, ноль. Ноль — это если повезет, а то и рецессия. Удушить рост ради стабильности. Да, да. Правильно я понимаю? Да. Вот, ребят, наш, так сказать... Это именно прям вот задача, которую должен... Диванные эксперты. Ну вот и думайте, вот как к этому удушить рост ради стабильности. Столько мы про стабильность говорили последние годы, один из ключевых тезисов, все ради стабильности, стабильность, стабильность, вот удушить рост ради стабильности. Ну, наша стабильность, смотри, нормальная экономическая стабильность, она не такая, она как раз та, которая создает условия для развития. То есть маленького, но полномерного роста. Например, хотя бы, да, но в нашем конкретном случае рост совершенно нездоровый, а наша стабильность изначально вообще не создавала условий для этого роста, и вот я говорю, в ней начинается вот совершенно, да, в моем понимании нездоровый процесс, когда, похоже, приличная часть берущих кредит думают, что им за него расплачиваться не придется, и поэтому, прикинь, они как бы вот покупают именно в кредит что-то там, что они думают, что актив останется, а значит... — А можно я задам вопрос? Я не очень за этим слежу, может быть, вы мне последнее время, может быть, вы меня поправите, а вот, например, если ты берешь кредит и едешь в зону СВО, сейчас подписываю контракт там с Минобороны, например, тебе рассрочка, но не обнуление? — Насколько я понимаю, рассрочка, но не обнуление. — То есть, может быть, кто-то просто набирает кредитов и, значит... — Ты знаешь, очень тяжело, вроде штуки, ну, информация ограничена, у нас есть там о новых подписанных контрактах, и я так понимаю, часть этих контрактов резерв, то есть они не сразу едут в эту зону СВО. — Безусловно, это не об этом говорить. — Да, поэтому просто я не очень понимаю, и вот если мы начинаем вычленять штуки, да, как бы в этих контрактах, там вроде, знаешь, большого количества не просматривается. Это каждый из них должен уехать настолько обремененный кредитами, что даже не представляю себе, то есть если это все они смогли набрать исключительно на себя любимых. — Но я видел, например, опубликованное видео, вчера как раз смотрел некоторых военных, кто там находится, они, правда, были в масках, там, с позывными, которые рассказывали, что вот, ребята, не переживайте, приезжайте, все в порядке, и помогут там, если что, и финансы, и деньги, и с кредитами, там, тра-та-та, ну, такие как бы условно, условно. — Это, во-первых, законы, насколько я понял, там приняты соответствующие решения, это в буквальном смысле рекламируется, все правильно, при подписании контракта и прочих вещей. — При этом, при этом, как раз кого-то смотрел из наших авторитетных экономистов, внутри российских и уехавших, совсем недавно, как раз он говорит, что все-таки сейчас большие суммы денег перераспределяются в регионные, это контрактные зарплаты, большие очень для региональных рынков, и как раз именно банковский сектор первый, кто это заметил, приводились какие-то цифры конкретные, чтобы стремительно сразу начали погашаться кредит. Люди получают, там, по 200-300 тысяч рублей, плюс, там, какие-то заранения, тра-та-та, куда несут, закрывают взятые кредиты за телевизоры, машины, телефоны и так далее, у некоторых их было несколько, и вот они сейчас гасятся, они это фиксируют. — Я тебе хочу сказать, что в общей массе кредитование прирастает, поэтому, если какие-то отдельные кредиты из этого гасятся, тренда это не меняет вообще никак. У нас каждый месяц дополнительные приросты кредитования по всем видам, измеряемые в совокупности сотнями миллиардов рублей. — То есть бояться, что цены вырастут, надо закупиться впрок, телевизорами, например. — Да, у нас сейчас, вот в том числе, вот это обесценение рубля, повышение ставок, похоже, запустило набор потребительских паник, то есть часть финансовых участников не повысили или повысили очень не сильно, часть, во-первых, как бы своих ставок по кредитам, не все, но часть, это важный момент, и поэтому они продолжают подогревать, значит, потребителя ажиотажными, так сказать, ну вот предложениями, что беги, возьми, как бы... — Беги, беги, сейчас, через неделю будет по 5 рублей. — Совершенно верно. И потребительно это ведется, потому что видит и курс, и у нас вот, то есть был отложенный спрос. И этот процесс, по-хорошему, должен был закончиться где-то еще летом, если все шло более-менее нормально. Но, к сожалению, нормально не получилось. Похоже, наложилось, да, на ряд вот, как бы, нездоровых процессов, ожиданий, и в сумме сейчас мы имеем дело такое уже местами панические просто покупки, вот именно так, в кредит, не на свое. — Правильно, секундочку, правильно ли я понимаю твой совет, вот, если нас слушают люди, которые хотят купить какие-то там бытовые приборы, например, в кредит сейчас, что, исходя из, пока, из политики ЦБ и финансово-экономического в целом блока правительства, он будет направлен на удержание инфляции и поддержки курса рубля. Следовательно, цены не будут расти, не паникуйте, не надувайте пузырь и не берите лишних кредитов. — Не обременяйте себя. — Не обременяйте себя. — Да, ты неправильный посыл, скорее, видишь, как бы, если люди решили бежать и спасаться, фраза «не паникуйте», да, то есть «не надувайте пузырь», она их не очень остановит с высокой долей вероятности, это слишком большой уровень здравомыслия ты, наверное, ожидаешь от тех, кто так действует. Вот не нагружайте свой бюджет обязательствами, по которыми не сможете рассчитаться. Вот это, возможно, крайне важный сигнал, который правильно озвучить, я надеюсь, кто-то его услышит. Потому что те уровни, скажем, платежей по кредиту по отношению к доходу, которые сейчас вот даже ЦБ уже в своих материалах отмечает, они исключительно опасны. Уважаемые домохозяйства, не закапывайте себя, не закапывайте себя в кредитную яму. Из нее выбраться будет исключительно тяжело. Вот можете в этом не сомневаться. Российская экономическая ситуация не будет способствовать очень резкому росту доходов, несмотря на то, что рынок труда для работника неплохой и поддерживать будет. Но комфорта платить высокие зарплаты и наращивать их двузначными темпами ежегодно у работодателя нет. Он сильно стеснен внешними конкурентами. Эффективность его довольно низка. Об этом я регулярно говорю по понедельникам. Мы в этом году не увеличиваем свою производительность на фоне этого роста. Представляете, я говорю, в прошлом году она упала, в этом году она не растет. У прогноза, да, вот чем примечательным возвращаемся прогноз Минека. Обрати внимание. Мы сейчас делаем, Евгений, я обращаю внимание, сейчас 10. 50. А мы вернемся, я парочку ремарок суну про тарифы ЖКХ, вот в этот прогноз. Красавчик, ну давай. Вот как раз. Давай. Ну после, да, после перерыва, да, после. Так, изопов язык. Ну, изопов язык наши все, господи, ну что. Живу в Турции, лира упала на 30%, а цены выросли в 2-3 раза. С Турцией какая-то аномалия, я хочу сказать. Тут причина, возможно, следующего. Смотрите, лира не первый раз падает на десятки процентов. Это первый момент. Второй момент. Инфляция, возможно, вышла из-под контроля локальных денежно-кредитных властей после тех специфических решений, которые, в общем, местная власть, да, то есть в лице господина Эрдогана неоднократно принимала. Попытки, например, снижать ставку в ответ на ухудшение, так сказать, ситуации и дестабилизацию. Поэтому, смотрите, в Турции, возможно, развивается процесс самоподдерживающейся инфляции, характерный для довольно проблемных, скажем, состояний в экономике, и это как раз, возможно, и причина. То есть это известный феномен, почитайте, ну, например, если вам хочется что-то, вот, например, механизм гиперинфляции Кейгана. Это первый, соответственно, ну, по крайней мере, в истории, по-моему, экономической теории, описанный механизм, там, середина 20-го века, вот, развитие самоподдерживающихся. Самоподдерживающейся инфляции, базирующейся на ожиданиях экономических агентов. То есть суть заключается в том, что в Турции инфляции движет уже не динамика курса, динамика курса, скорее, так сказать, отражает происходящее внутри экономики, а ожидания экономических агентов, которые просто каждый год закладывают, соответственно, в зарплаты, в цены, во всю остальную инфляцию. И поскольку она не хочет замедляться, то они начинают пытаться ее опередить, они закладывают все больше, больше, больше. И сейчас локальные цены в Турции, возможно, совершенно неадекватны ее текущему состоянию. И это не курс ведет сейчас инфляцию и не эффект переноса так называемый, а это, простите, как бы проблемы, которые, видимо, для экономики Турции рано или поздно, к сожалению, скорее рано, чем поздно, закончатся, видимо, тяжелым кризисом. Ух ты, как ты. Ух ты, как ты. Ух ты, как ты резанул-то. Так, Алексей Змытичный, я скажу, дедуй, все, хватит про курсы шутить, я тебе много раз говорил. Я? А я тут вообще при чем? Простите, уважаемые радиослушатели, вообще, елки-палки, а? Вот сейчас вообще слово ни разу, видишь, не упомянул, вот это вот зеленое продолговатое. А, вчера вез волонтершу, говорят, просят трусы, бабушки вяжут носки, мешки заказывают черного цвета, Константин из Нижнего Новгорода, ну, мы про это знаем, да. Так. Вот смотри, кстати, верно отметили, на фарцовщика ты похож. Я похож на фарцовщика и на Челентана. Надо сказать, что и да, и то, и другое мне льстит. Это тоже, это тоже, это тоже написано, я подтверждаю, я согласен. Что, ну, про Челентана вообще, я тут, господи, это счастье великое, быть похожим на Челентана, у нас действительно есть какие-то общие черты. Мы пластичные, оба любим фильмы «Укращение строптивого», а фарцовщик, так это, извините меня, это у нас, извините, это коммерсант. Это благородное дело барыги, это, в общем, это комплимент. Это челнок из 90-х, да, это новый образ параллельного импорта, я с тобой согласен, я с тобой согласен. То есть новый старый, новый, хорошо забытый, не вопрос. Я, конечно, не понимаю, почему у нас к коммерсантам и барыгам относятся плохо, хотят просто активные люди, которые всегда были, всегда пытались что-то делать, всегда 5-10% населения, не больше, и они наполняют нашу жизнь товарами, услугами и всем остальным, а относятся почему-то население к ним плохо. У меня есть, конечно, версия почему, но... Не-не, я с тобой, ну смотри, во-первых, все-таки у нас есть определенное наследие, которое долго к ним буржуинов, буржуинов, помнишь такой термин, да? Капиталистов, да? Так, быстренько еще одну тему, ребята, с Евгением Надоршиным. О чем мы про прогноз-то не набросим? Сейчас буквально, дай мне 30 секунд. Обратите внимание, инфляция там ожидается 4,5%, а индексация тарифов в ЖКХ в два раза выше на и перевозок, и прочее, и там даже больше, чем в два раза. Это прогноз, макроэкономический прогноз по нашей экономике на следующий год от правительства. Причем, если в отношении инфляции, там, роста и прочего есть у меня сомнения, то почему-то в отношении прироста тарифов в ЖКХ и вот как бы на прочие регулирующие перевозки... А перенос, перенос был индексации тарифов, их же летом не индексировали, это двойное должно быть индексация за два года, да? Не, не правда. А тебе в декабре мало, первого декабря доиндексировали? А, да, они же раньше провели его, да, 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 извините. Ну, и как мы уже... Так, народ, господи, память как у рыбки, мы же все забываем, чем вчера обещали. Да, 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 этот уже и начал лить, да. То есть, Евгений о чем говорит? Ребят, по прогнозу инфляция в следующем году 4,5%, а все тарифы почему-то индексируются минимум на 10, там, да, или на 9. Ну, нет, да, около 10. Извините, у меня нет компетенций. Это в два раза больше. На пассажирские перевозки даже больше. Почему так возникает вопрос? Это с какой стати? И причем, да, если мы берем индексацию совокупную, например, соответственно, за прошлый этот и следующие годы, то это получается все равно, так сказать, с хорошим, как бы, превышением. И да, и более того, в 25-м году там тоже заложен опережающий рост тарифов. Они выйдут на уровень инфляции, собственно, что в PDF явно, если я правильно помню, написано, только с 26-го года. То есть, по идее, больше, чем, вот вам пенсию индексируют же как раз на инфляцию официальную. Ну, там на 7,5% там с запасом. А, ну, на прогноз, правильно, пенсию, видимо, индексируют на прогноз инфляции. На прогноз инфляции. Разум, так и тарифы должны индексироваться не больше, чем на прогноз. А скорее нет, даже па-па-па-па. Да, да, все, государство, обрати внимание, и по прогнозу, и по бюджету это видно, государство пытается отползать от субсидирования. Сектор ЖКХ, это, кстати, тоже, возможно, тема отдельной передачи. Ребята, если государство отползет от субсидирования ЖКХ, то мы с вами получим изношенное ЖКХ по рыночным ценам, по обслуживанию, и забудь, и квартиры из там 15% в вашем бюджете. И так сейчас недешево квартиры стоят, да, квартплаты, все остальное вырастут до 30%. Я правильно понимаю, ты же об этом говоришь? Я не говорю про конкретные цифры, обрати внимание не считал. Если мы сравниваем с ростом доходов, то из агрегированных данных Росстата, по-моему, единственный крупный сегмент, которые росли темпами не ниже, чем росли доходы на горизонте последних 30 лет, если я правильно помню, это тарифы ЖКХ. То есть наши доходы, темпы роста тарифов ЖКХ не опережали. Я не сравнивал последние несколько лет, но боюсь, к сожалению, ровно такая же история. Это беда, это там провал, я не знаю просто. Евгений, скажите мне, пожалуйста, у меня тогда возникает вопрос. Зная цифры, они не являются секретными износа коммунальных сетей в России, кроме Москвы. Не знаю, куда шли деньги, не знаю, куда шли деньги. Успешно все-таки обновлялись, и тут износ, серьезный износ, там уже меньше, чем у 50% коммунального фонда, плюс много нового жилья. То вот по регионам ситуация, ну, куда более аховая. Я в Петербурге, извините, у меня воду из труб. Вот я, у меня замена стояков, например, я сейчас как раз этим занимаюсь за свои деньги, потому что они, она восьмой раз переносится, хотя я за них плачу в квартплате за капремонт. Я даже был в 20-м году, в 21-м, в 22-м, в 23-м, сейчас на 24-й я плюнул, заплатил, там скинулись с соседями. Немаленькие деньги, кстати говоря. Так вот, с учетом колоссального износа фонда и вот такой вот ситуации, что либо с нас должны будут сильно больше брать за тарифы в ЖКХ, либо мы получим просто техногенную катастрофу через какое-то время в масштабах страны. И практически одномоментно. Слушай, мы уже видели с тобой блэкауты же на энергосетях, причем в Москве. Ну, забыл? Как бы у нас эта ситуация там чуть более 10-летней давности, если я правильно помню, как раз. Да, 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 да. Потом подстанции стали менять. Да, совершенно верно, совершенно верно. Тоже недоиндексация тарифов тогда была против инфляции при общей неэффективности сектора. Так что делать? Давайте сказать, мы готовы платить больше? Ну, и что я тебе могу сказать? Похоже, по крайней мере, исходя из того, что я могу по косвенным признакам судить, обратив внимание, не стоял, не держал свечку, но это сектор, который дико неэффективен, видимо, весьма коррупционен, да, то есть, и, к сожалению, приличная часть тарифов, ну, увеличение тарифов уходит совсем не туда, куда по формальным причинам. Признакам идти должна. Поэтому, по большому счету, он просто требует, там, ну, правильно называть реформы. Введение персональных счетов, чтобы я знал, вот мои бабки, вот я их перевожу каждый день в квартплате, вот там, 500 рублей ушло, вот они легли сюда, и на них проценты зачисляются. Вот в любой момент я могу сказать, меняйте трубы, сволочи. Я вам бабки, я вам уже предупредил, проанвансировал. К сожалению, так не работает. Я тебе хочу сказать, я знаю довольно много примеров, причем в том числе и личного характера, да, когда это даже будет частная управляющая компания, жильцы проводят собрания, например, принимают определенные решения, относят документы в Москве в Мосжилинспекцию, соответственно, и Мосжилинспекция совершенно спокойно игнорирует решение общего собрания жильцов, ну, очевидно, не просто так, да, то есть не будем, и принимает то решение, которое проталкивает, пропихивает, нарисует компания. В каких-то подмосковных химках просто ЖКХ нафиг уже разваливается, обрати внимание, не только Питер страдает. Извините. Хотели на чем-то хорошем закончить, получилось, как всегда, Евгений Надоршин. Ребята, прощаемся с ним до понедельника с 11 до 12, размышления экономистов в эфире Серебрного дождя. Евгений? Да, коллеги, до встречи в понедельник и хорошей вам недели. Бон шанс.